В Комитете Госдумы по экологии и окружающей среде сегодня обсуждали, насколько обоснованно из Красной книги России исключили 17 видов редких животных. До этого многие ученые раскритиковали новую редакцию Красной книги. После их комментариев Минприроды пообещали провести дополнительное исследование по спорным вопросам. Чем закончилась сегодняшняя дискуссия в Госдуме, узнаем у главы Комитета по экологии Владимира Бурматова. Он на прямой связи со студией. Здравствуйте, Владимир. Слышите ли вы меня? Да, здравствуйте, слышу. Скажите, пожалуйста, что-то поменялось, какие-то новые идеи были высказаны сегодня. До чего договорились, в общем? Да, идея у меня одна и была, и мы ее зафиксировали решением Комитета, что любые изменения в Красной книге могут носить только консенсусный характер. Не должно быть разночтений, которые сейчас есть у чиновников Минприроды с научным сообществом. Потому что когда 190 ученых заявляют, что они считают так, и там академики, член коры Российской Академии Наук, и доктора наук, и профессора, а ведомство сегодня нам заявляло, что они считают по-другому, то ситуация неправильная. Признали сегодня чиновники Министерства, что просто не смогли найти в себе силы найти общий язык с членами академических кругов. Там речь идет о 15 видах, то есть по 450 нашли общий язык, а по 17 нет, не смогли. И все это, что называется, под сукном было положено. И вместо того, чтобы провести дополнительные консультации с учеными и поставить там все точки, они решили, что утвердим там список и в Минюст его направим. Но я считаю, что это неправильный подход, и надо вернуться к этому обсуждению. Именно сегодня мы об этом договорились с Министерством природы. Процедура позволяет это делать. То есть сегодня была встреча, на которой помимо членов комитета присутствовали представители Минприроды и кто-то от ученых, от научных кругов или никого не было? Нет, ученые, исчерпывающие свою позицию, высказали. И мы ее сегодня, эту позицию озвучивали, со всеми претензиями, которые научное сообщество высказывало Министерству природы. А отчитывались на комитете чиновники Министерства природы сегодня. Ну, потому что это формат комитета такой. То есть мы туда пригласили Минприроды для отчета. То есть не просто разговор, это заседание комитета, по итогам которого было вынесено решение. Поэтому, с одной стороны, мы сейчас направили письмо в Минюст с просьбой приостановить регистрацию этого приказа. С другой стороны, мы попросили надзорные ведомства проверить, не было ли нарушений при реализации процедуры. У нас есть впечатление, что они могли быть, эти нарушения. Потому что там ученые заявляют о том, что это президиумом утверждалось, вместо того, чтобы, что называется, большой коллегией это сделать. То есть более узким кругом почему-то утверждалось. Ну, понятно теперь почему. И в-третьих, мы попросили 17 вот этих видов обсудить отдельно, вынести их на отдельное рассмотрение и достичь консенсуса с академическими кругами, чтобы никаких разночтений не было. Но вот поэтому такой, может быть, не очень приятный для чиновников сегодня состоялся разговор. Но я считаю, что он очень правильный с точки зрения сохранения редких видов. Потому что, когда нам прислали, ну, мы сделали запрос в Министерство природы, а почему вот 17 видов таки мы шли, нам прислали ответ, в котором было написано буквально следующее. Что не удалось найти информацию об ареалах обитания и численности этих видов. Поэтому мы решили в Красной книгу не включать. Но в моем понимании, если непонятно, там, элементарно, сколько их осталось, может, их вообще уже не осталось, то надо, наоборот, тревогу бить и, значит, включать их туда. Но нет, исключили, значит, или там отказались включать. Там разные ситуации есть, там, есть, которых не было, и ученые настаивали, чтобы они были включены в Красную книгу. А есть, которые, как нам говорят, были, но их, значит, исключили. Поэтому эта история должна быть полностью, значит, доведена до консенсусного решения. Когда и одна сторона, и другая, значит, придут к выводу, что, значит, вот это в Красной книге быть должно, а вот этого нет. Еще раз говорю, процедура позволяет это сделать. То есть сейчас 450 видов по ним договорились. Их можно утверждать, значит, и не делать их заложниками вот этого спора, который возник. А 17 видов вернуть на обсуждение. Мы сейчас ждем от Минприроды, значит, дату этого обсуждения. Мы тоже это зафиксировали в резолюции сегодняшнего комитета, что Минприроды нам должно дату, значит, назвать. И плюс к этому, ну, значит, вот при всем при том, к разговору о том... Если можно, очень коротко, у нас просто мало времени, к сожалению. Да, у нас элементарно даже члена нашего комитета не было в этой комиссии по Красной книге. То есть даже от нашего комитета Минприроды отказались включать представителя. Ну, будем надеяться, что по итогам сегодняшней встречи и по итогам этого обсуждения что-то изменится. Спасибо большое. Это был глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Мы остаемся с этой темой и будем обсуждать ее уже с экологом Асхатом Каюмовым, у которого, конечно, хочется спросить, как он и другие защитники природы реагируют на то, что сегодня происходило в Госдуме. Асхат, здравствуйте. Слышите ли вы меня? Здравствуйте, да. Слышно. Удивительно для вас, что Госдума встала на вашу сторону и, по сути, смогла надавить на чиновников Минприроды. Ну, как бы, я бы не сказал, что это удивительно, это разумное решение, поэтому, как бы, я не думаю, что надо удивляться, когда из Госдумы выходит разумное решение. Нормально. Вот. А другой вопрос, что, конечно, скажем так, решение пока промежуточное, потому что, как вы понимаете, если животные не находятся в Красной книге, то, значит, соответственно, они не попадают под охрану. Ну, и, соответственно, они оказываются в категории животных, которые в обычном, так сказать, обращении, то есть, соответственно, если надо, на них можно там будет открывать охоту и так далее. Собственно, на самом деле ведь конфликт возник в первую очередь из видов, которые оказались привлекательны именно с точки зрения охотничьей и, ну, ничего скрывать тут на лицо, охотничьей лобби в этом процессе. Хорошо, что если не будет прямо сейчас стремительно утвержден новый перечень, да, если, так сказать, вот Минюст прислушается к комитету Госдумы и приостановит этот процесс, потому что, да, действительно, если только новый перечень будет утвержден, то те виды, которые в нем были, но в него не попали, в смысле в предыдущем были, а в новый не попали, они становятся действительно защищенными. И крайне важно действительно решение комитета, что надо садиться и, так сказать, с цифрами и информацией разбираться и достигать реального консенсуса и результата. Ну, когда эта встреча состоится, мы, к сожалению, пока не знаем. Нам уже сказали, что дата пока обсуждается. Опять же, нужно дождаться, я думаю, этой встречи, этого обсуждения. Тогда узнаем, что будет дальше и чем закончится этот спор. Хотя спором назвать это сложно. Это, по сути, было практически единоличное решение одного органа, с которым большинство ученых не согласилось. Поменяется ли это решение, выясним в ближайшее время. Спасибо большое. Сейчас мы обсуждали эту ситуацию с Асхатом Каюмовым, экологом. А сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой вернемся.